Привет друзья! С завидной регулярностью меня спрашивают, куда ты деваешь молодое потомство своих рыб? Эта тема довольно обширная и ответить в комментариях под видео на нее довольно сложно, поэтому я решил сделать такой небольшой видео ответ на эту тему. Ну во-первых, я специально разведением рыбы не занимаюсь и скажу почему. У меня много аквариумов, сейчас в работе одновременно порядка 10 аквариумов разного размера, то есть все горизонтальные поверхности в доме заставлены этими аквариумами, их просто уже некуда лепить. А для того, чтобы заниматься разведением рыбы, должны понимать, что нужны какие-то емкости, нужны какие-то аквариумы для малька, нужны аквариумы для отсадки производителей. Кроме того, для того, чтобы поднять малька, нужны целая куча емкостей для живого корма инфузора и дафнии и так далее. То есть это добавит еще столько всякой посуды, которую совершенно некуда лепить. И поэтому специальным разведением рыбы я не занимаюсь. Это не говорит о том, что вообще не занимаюсь разведением рыбы. Я периодически отбираю какие-то понравившиеся мне пары и развожу их. Например, некоторые из вас напомню, что я меченосцев своих парусных разводил. Некоторая рыба разводится вот в общих аквариумах, такие как гупехи, римии. И в основном я получаю приплод от той рыбы, которую сейчас летом я высадил в бассейн. Но надо понимать, что в бассейн я высаживаю рыбы немного. Это по 3-4 производителя живородок. В прошлом сезоне, например, я высадил туда около двух пар меченосцев, примерно столько же гупех и также столько же лимий. Все эти живородки мне принесли в прошлом году около 70 мальков. Я их выловил, посадил в два аквариума на передержку. Во время передержки прошла вынужденная выбраковка, то есть у каких-то рыб были повреждения серьезные, у каких-то сомнительные пятна на теле плавниковая гниль. Но этот процент был невелик и эта рыба отошла в выбраковку. Осталось очень много мелкого малька, недоросшего до конца, который надо было доращивать в каких-то аквариумах, а специальных аквариумов выростников как таковых у меня нет. Поэтому не судите меня строго, но я всю мелочь просто отдал на корм другим своим рыбам, птенопомам в частности, которые были мне очень благодарны за живой корм. После всех этих выбраковок у меня осталась куча еще хорошей красивой рыбы, самых личных, из них я отобрал для продолжения потомства и на зиму посадил в разные свои аквариумы. Сейчас они опять ушли в бассейн и осталась еще часть рыб, которые просто не вошли в мои аквариумы и я вынужден был их отвезти в магазин. Отвозить рыбу, такую дешевую рыбу как меченосцев и гупьёк в магазин вы сами знаете, это дело неблагодарное. На маршрутку денег тратишь больше, чем выручаешь за эту рыбу, но рыбу жалко, рыба красивая, хочется чтобы она жила и поэтому я отвез ее в магазин. Разводил в бассейне также акару бирюзовую. В свое время одержал бирюзовых акар. Она приносит очень большое потомство и акара бирюзовая за сезон, за три летних месяцев в бассейне у меня максимум давала одна пара до трех приплодов. То есть, мальков там к концу августа плавала туча. Но опять же, для того чтобы этих мальков продать, их надо вести до товарного вида, для этого нужны огромные аквариумовые росники. Это невозможно в моих условиях. Условия довольно стесненные, у меня не рыборазводня, а просто аквариумное хозяйство. Поэтому большую часть этих мальков я оставлял на корм другим рыбам. Взрослых акар помещал на зиму в какой-то отдельный аквариум производителей и в следующем сезоне опять высаживал в бассейн. А себе оставлял несколько наиболее развитых хороших мальков, акары этой, и подращивал в своих каких-то аквариумах. Причем подращивал до такой степени, что в следующем сезоне они шли опять в бассейн, там нерестились. И так у меня доходило до двух-трех поколений, которые отнерестились и выросли в бассейне и доращивались дома. Акару бирюзовую я содержал очень долго. Даже молодая самочка способна принести приплод в 200-300 мальков. Это как минимум. И все они в бассейне выживали на живых естественных кормах. Итак, в заключение я хочу сказать, что часть рыбы идет на выбраковку по болезни, часть рыбы слишком мелкой уходит на корм другим рыбам. Часть я отправлял в магазин и частично оставлял себе наиболее лучших производителей. Что у меня будет по результатам разведения рыбы в бассейне в этом году я не знаю, но если будет у меня достаточная рыба, если с бассейном ничего не случится, то я осенью в начале сентября покажу вам эту рыбу и желающие, кто проживает в Воронеже, могут приехать и забрать часть этой рыбы. Но скажу сразу, что это будут меченосцы, лимии и гупехи. Других рыб в бассейне я в этом году разводить не буду. Я пытался там разводить барбусов, но с барбусами у меня там почему-то ничего не получилось. А вот живородки, возможно, будут по осени. И милости просим, покажу видео, посмотрите, будет желание, пишите в личку. Я их отдам вам даром, потому что девать мне эту рыбу просто некуда. Ну и на сегодня все. Надеюсь, я удовлетворил ваше любопытство. Надеюсь, вы не будете меня судить строго за то, что я рыбу скармливаю другим своим рыбам. Это вполне нормальное, естественное явление в природе. И сюсюканье, я считаю, здесь неуместно. Ой, какая красивая рыбка. Зачем же ты ее отдал другим рыбам? Как же ты живодер такой, вот скармливаешь живых рыбок другим рыбкам. В природе у нее есть возможность убежать, а здесь ты ее в аквариуме отдай. А вы сами не едите рыбу, что ли? Никогда не ели жареной рыбы? Или вот середочку солененькую не едите? Поэтому вот эти вот сюсюканье меня очень убивают. И я считаю, что вполне естественным, что некоторые аквариумисты даже выращивают специальную сорную, так называемую, рыбу как кормовую, на пропитание цихлидом, на питание хищным рыбам. Ну а на этом все. Всем спасибо за внимание и не судите меня строго.